Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Совсем недавно на обновление 9.1.5 был добавлен новый предмет, который позволяет прокачивать известность до 40 уровня. Это довольно-таки неплохо при условии того, что максимальный к моменту выхода 9.1.5 будет скорее всего 80-й, и тем игрокам, которые вернутся в игру, тем игрокам, которые захотят прокачивать твинков, или вообще люди, которые, например, впервые захотят попробовать Shadowlands, им будет проще, действительно проще. Но есть одно «но», хотя даже, наверное, два. Давайте сейчас поговорим о них. С целью того, чтобы прокачать известность до 40-го на каком-нибудь твинке, на каком-нибудь новом персонаже, нам нужно сделать так, чтобы у нашего основного персонажа была известность 80. Ну, окей. Можно прокачать на мифик-плюсах, на бэгэшках, на рейдах, на призывах. То есть, в целом, это можно реализовать. Хорошо. Идем дальше, просмотрим второе «но». Зайду на как раз-таки твинка, которого я перенес на ПТР. На монахе у меня 37-й уровень известности. 37-й – это меньше 40-го. Мы знаем математику, мы прекрасно понимаем то, что до 40-го нужно еще 3 уровня известности. Хорошо. Что я должен отдать за это, спросите вы. За это я должен отдать 500 голды, умноженные на 3. Оно так и есть. Покупаем один предмет. Он уже в сумке. Открываем нашу обитель ковенанта. 37-й уровень. Юзаем предмет. Получаем сразу 40-й уровень. А, да? Это так работает? Окей. Мы тратим всего лишь 500 золота с целью того, чтобы получить 40-й уровень ковенанта. Я думал то, что придется за каждый уровень отдавать по 500 голды. Так это еще лучше. Всего лишь 500 голды ради прокачки 40-го уровня известности на любом твинке, при условии, если у мейна есть 80-й уровень. Круто. Действительно хорошее нововведение. А я тут думал, придется отдать 1020 голды. Слушайте. Классно, замечательно. Так что, как-то так. Прокачка известности на твинках станет реально проще. И это будет дешево. Не так, как думал я. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.